привет сегодня суббота начало шестого проекта шестой день недели мини стартов для меня сегодня в принципе это будет такой же сюжет как такой же способ вышивки как и вчера в пятницу где я вышивала по рисунку антистресс который я сама нарисовала на конве и я рисовала ниточкой мне этот способ очень очень понравился я однозначно так буду делать в будущем сейчас я для себя хочу попробовать три разных способа которые в принципе я представляю что можно вышивать первый способ это был вчера когда я нарисовав линии рисунка на конве линии хотела отшить темным цветом и я в принципе начала это делать а уже заполнять сами пространство между линиями я буду уже какими-то яркими цветами но это будет позже естественно мне надо сначала отшить это первый способ второй способ который я хочу попробовать я опять же буду рисовать и сами то есть внутри линий я буду уже вышивать цветами а когда дошьется полностью вышивка я буду делать бэкстич то есть это будет второй такой способ как я бы хотела попробовать и третий способ я буду пробовать немного позже потому что вчера вчера я получила набор вернее позавчера я получила набор гибискус и видео в данный момент у меня сейчас выкладывается на youtube где я делаю обзор этого набора и я этот набор буду вышивать завтра я все-таки никогда не пробовала вшивать гладью и свою свою первую гладь я хочу все-таки вышить по набору потому что там есть инструкции там есть объяснение как делать и что делать я хочу попробовать вот эти разные виды ниточек для вышивки гладью потому что там вышивается акриловыми такими мягкими пушистыми ниточками сам цветом гибискуса и калибри вышиваются ниточками от дыменчинс то есть совершенно разное ощущение ниточек я хочу посмотреть как мне больше нравится там вышивать шерстью или этими акриловыми ниточками или ниточками демси или дыменчинс то есть все таки первую свою гладь я буду вышивать по набору но продолжая свои попытки как бы вышивать рисунки антистресс ниточками вышивкой еще у меня третья идея есть чтобы я хотела попробовать в будущем тоже возьму небольшой сюжет и я хочу то же самое сделать нарисовать простые линии на конве и внутри линии я хочу вышить гладь а потом либо с бэкстич чем либо без то есть потом посмотреть и хочу вот эти три разных техники лично для себя сравнить и посмотреть что мне нравится больше сейчас то что мне получилось вчера мне однозначно этот способ будет нравиться потому что он будет вышиваться легче всего крестиками я вышиваю по линиям а потом уже внутри этих корей крестиков я уже буду вышивать разноцветными цветами это простой способ но сравнить все эти три способа мне хочется это такие мои планы небольшие свой план на завтра я уже озвучила обзор наборчика и сделала завтра я буду делать первые стежки и будем смотреть как у меня получается я прямо жду с нетерпением мне очень хочется и сегодня в принципе начать вышивать этот гибискус но мне тоже хочется чтобы вот это была такая яркая точка в этом замечательном маленьком проекте поэтому я хочу самое сладенькое оставить на последний день и в принципе там не полная за зашивка то есть как таковой сюжет небольшой но он где-то 25 сантиметров нос конвой я посмотрела он и 30 сантиметров и у них на упаковке заявлено что набор 30 на 30 так что я его включаю в эту неделю потому что мне его очень хочется начать это будет гладь я этого ждала я этого хотела мне будет такое яркое последнее впечатление а вот этой неделе и однозначно я этот проект хочу начать я и так уже начинаю начинала 5 проектов сегодня начинаю 6 и завтра будет 7 так что хочется вот 7 все-таки начать в виде моего гибискуса вот и все сказала все рассказала сейчас буду начинать свое свое рисование ну а потом вышивку ну вот если вы видите рисовать я буду опять тем же самым способом что и вчера это делала тем же самым не смывающимся фломастером и я делала проверку этот фломастер даже во время стирки моющим средством он никак не линяет он не окрашивает саму канву и он не окрашивает ниточки то есть проверку он прошел именно поэтому я им решила воспользоваться а так как я буду делать полную зашивку то есть соответственно мне не страшно что сейчас он как бы очень ярко смотрится на канве во время полной зашивки это все закроется вышивая в три ниточки крестики у меня толстенькие пухленькие так что все хорошо закрывается крестиками и мне вот написали во вчерашнем видео такое сообщение что им удивительно было что крестики так хорошо закрывают эту линию потому что линия же ложится неровно но в принципе я как бы так я закрываю линию крестиком только в том случае если больше половины этого крестика заказ как бы закрашена фломастером и если меньше половины соответственно больше половины линии находится в другом каком-то соседнем крестике и вот так вот я зашивала эти крестики в принципе фломастер у меня тоненький то есть одного крестика более чем хватает чтобы его полностью прям закрыть этот фломастер сегодня я долго выбирала сюжет какой именно сегодня начать потому что мне несколько идей есть но выбрала именно божью коровку сейчас конечно наверное непонятно что это божья коровка и это летящая божья коровка то есть у нее подняты крылышки и она готова готова к полету к полету этот сюжет мне захотелось вышить потому что он в принципе несет очень хороший смысл он очень простой он будет очень яркий это божья коровка это вообще хороший символ это символ здоровья символ благополучия то есть соответственно мне захотелось тоже иметь его у себя на стене один сюжет это будет золотая рыбка которая будет исполнять мои желания божья коровка которая будет меня защищать и как бы приносить мне успех еще я рассуждала я хотела вышить голубя я хотела вышить снегиря и пчелку то есть какой третий процесс я выберу я еще не знаю мне почему-то хочется иметь вот именно три похожих процесса по размеру в одинаковой технике выполненной сейчас я буду делать пока два процесса вот это мой второй процесс а третий процесс буду вышивать чуть чуть попозже потому что на завтра я уже себе выбрала проект он будет сделан гладью и вот третий процесс вот в этом триптихе тоже будет сделан гладью но именно как бы в такой же технике как я делаю эти сейчас два свои процессика в пятницу и в субботу ну вот такая вот у меня задумка я уже почти дорисовываю свою взлетающую божью коровку которая расправляет свои крылышки мне очень понравилось как получается сейчас это в принципе такие наброски я буду без темного темного рисунка закрашивать все это по цветам но вы все увидите хотелось поделиться итогами сегодняшнего вышивального процесса я сегодня вышила совсем немного потому что я не могу сегодня вышивать допоздна не надо кое-что подготовить на завтра еще мне сегодня даже после того как закончилось мое дежурство в семь часов звонили и надо было кое-что выяснять и помогать поэтому вышивала я не так-то много сегодня но бывает по-всякому зато я сегодня уже сняла видео о наборчике которые буду вышивать завтра чему я очень довольна я его первый раз сегодня открыла посмотрела наборчик классный так что завтра я буду прям ждать с нетерпением как у меня пойдет моя вышивка здесь я вышиваю вот таким вот способом такие вот у меня крестики то есть я вышиваю по своим линиям но без темной зашивки самой линии я буду вышивать это потом все бэкстичем получается хорошо крестики пухленькие хорошо лежат на конве вот здесь вот я выбрала то есть я сейчас зашиваю крылышки бабочки божьей коровки киса как всегда присоединилась посмотрела чем я тут занимаюсь да кисонька да все будем прощаться киса скажи всем пока кисонька проснулась ну в принципе это все итоги которыми я хотела с вами поделиться конечно еще продолжение следует работа будет много но пока получается вот так пока я использую всего четыре цвета приготовила себе свой органайзер как обычно пока еще ничего не подписывала ну вот так вот идет ну все пока пока пока